Изношенные трубы, авария на теплотрассе ТГК-14 и как результат на этой неделе администрация города завалена жалобами на холод в квартирах. Лидером по недовольству горожан стал Октябрьский район, где и произошло ЧП. У нас за неделю поступило 330 обращений. Эти обращения у нас таким образом делятся по советскому району 44, по железнодорожному 80 и 206 обращений по Октябрьскому району. Тепло во все 70 домов Октябрьского района, попавших под отключение, дали. А в администрации напомнили, людей нужно держать в курсе ситуации. Тогда и такого количества жалоб не будет. Просто своевременно доводить информацию до управляшек, чтобы они отработали жильцами. Чтобы люди знали, что в день, максимум может быть полтора и сколько времени, тепло будет подано. Нет информации отсюда уже, недоумение, жалоба начинается. Без тепла рискуют остаться и 3000 человек, проживающих от микрорайона Новый Зеленый до поселка Солнечный, получающих тепло от котельной Улан-Удэ-Стальмозда. Запасов угля там только на три дня. Мы с понедельника начнем с колес работать. Погода сейчас в воскресенье ухудшится. Но все-таки как вы там решили-то? Мясник здесь был по декадной оплате. По декадной оплате за теплоноситель вроде бы он дал согласие. Но если в понедельник у нас не будет оплаты и не будет угля, то что у нас будет? Представители энергетиков заверили договоренности по декадной оплате в силе. По этой схеме котельная расплачивается только за фактически использованный уголь. То есть 10 дней на предприятие поставляют нужное количество теплоносителей. И только потом Улан-Удэ-Стальмоз за него платит. В условиях тяжелого материального положения завода это единственный вариант. Ну а если деньги в ТГК вовремя не поступят, в администрации готова и аварийная схема. Топливо будут возить со склада котельной Юго-Западная. Желательно, Дмитрий Константинович, без этих аварийных схем. А то потом в понедельник будем бегать, сломя голову, искать этот уголь. Давайте заранее, рассчитывайте ситуацию. Обойдется ли без аварийных ситуаций, жители 60 домов, получающих тепло от Улан-Удэ-Стальмозта, узнают уже в понедельник. Алифтина Дармаева, Евгений Павлов, Новости дня.